Всех приветствую, друзья! На России продолжают снимать передачи чествующие российских оккупантов, выставляя их в свете доблестных освободителей и современных героев. На этот раз они выпустили сюжет о солдате, который потерял руку в первые месяцы полномасштабного вторжения. Акцент был явно сделан на том, чтобы показать, что терять руки и ноги в преступной войне против Украины это совсем даже неплохо. А наоборот, очень хорошо и полезно. Вышло крайне сомнительно. Спасение командира. История одного подвига сегодня в нашей программе. Итак, как я понял, военным ты хотел быть с детства? Да, с детства хотел быть военным. Ну, видишь, как неудачно получилось. С детства хотел быть военным, а стал оккупантом и военным преступником. Еще и пришел похвалиться об этом на весь мир. Вообще, молодец. Чтобы потом легче было задержать и предать суду. Уникум. Я вот вообще, знаете, иногда задумываюсь и понимаю, что между российскими оккупантами и оккупантами нацистскими времен гитлеровской Германии нет абсолютно никакой разницы. За одним единственным исключением. Наверное, даже они не были такие тупые. Ну, не жалеешь вот сейчас, обрядываясь на вас? Честно, ни разу не пожалел. Молодец. Настоящий россиянин. Даже за два года ни хрена понять не смог. Держит марку. Даже то, что случилось, как это было. То есть, я на это учился. Я к этому шел. Сидит, блядь, без руки, говорит, я к этому шел. Ну, молодец. Шел, шел и дошел. Правда, не весь. Не целиком. Ну, так бывает, когда без каких-либо оснований нападаешь на другую страну и разрушаешь жизни миллионам людей. И, кстати, нужно сразу отметить, что украинские защитники, которые получают аналогичные ранения, это герои. И у нас к ним относятся соответствующим образом. Для нас это люди, которые заслуживают безусловного уважения. И окружающие должны сделать все для того, чтобы их пребывание в обществе было более чем комфортным. А вот что касается российских экземпляров, то на них будет наплевать абсолютно всем. И поверьте, что их внешний вид ни у кого жалости вызывать не будет. После всех тех чудовищных страданий, которые они принесли простым людям на чужой земле. Они еще просто многого не понимают. Ведь ловить их будут точно так же, как нацистских преступников после Второй мировой войны. Это лишь вопрос времени. Давай вернемся. Итак, 16 апреля, как я понимаю, да? Ты командовал группой. Сколько у вас было? Ну, взвод 22 человека. Мы выехали на задание. То есть поступила команда от командира освободить новый населенный пункт. Но, видно, у населенного пункта были другие планы на этот счет, судя по тому, что с тобой произошло. И вот мы выехали на трех БТРах. В первом из них был я. И наткнулись при входе в населенный пункт на засаду. Во время боя противник применил РПГ. Какая трагичная история. Мальчишкам в трусиках не дали освободить населенный пункт. Да что вообще себе эти украинцы позволяют из РПГ стрелять по людям? Это ж надо такое в 21-м-то веке, а? Ну, просто дикари какие-то, правда? Запускать РПГ по таким прекрасным мальчишкам. Ну, что это? Ужас. Просто ужас. А самое главное, ни с чего. Вот просто так. И вот ко мне, с моей стороны, получается, попал выстрел. Но при этом мне сказали, что ты держал все под контролем и спрашивал, есть ли еще раненые? Да. Круто. А зачем спрашивал? Что-то бы поменяло. Типа, а есть еще раненые? Да. Понятно. А вот секунду, ты же находишься реально между жизнью и смертью. Вот какие мысли у тебя, да? Вот самое удивительное, вот не было вообще никаких мыслей таких. Прекрасно. Вообще так свойственно для россиян, когда в голове нет никаких мыслей. Я бы даже сказал, что это такая привычная форма их существования. Так что, в общем-то, ничего удивительного. Ну, в момент ранения я думал, что, может быть, как-то замутнение будет. То есть, то, что боль. Ну, на самом деле, все, разум чистый. И думал, что, как сделать. А, ну так все-таки, видишь, говоришь, разум становился чистый и даже начинал думать. Так, может, вам это, всегда ранеными ходить, может, вы хоть так думать головешкой-то начнете. А то, что-то по-другому у вас совсем не получается. И когда я узнал, что никто не погиб, уже было без разницы. Как бы, главное, чтобы отстояли, то есть, оборону. А, уже, оказывается, отстояли оборону, что, по-моему, две минуты назад ехали захватывать новое село. Как быстро меняется сюжетная линия в этом блокбастере. Потрясающе. Просто какие-то пять стадий принятия неизбежного. Вначале мы ехали освобождать, потом нам дали команду захватить, попали в засаду, отстояли оборону. И пятая стадия, сижу без руки на передачу у Малахова. Прекрасно. А как ты маме рассказала, вот ты же единственный сын, вот как она отреагировала на все? Пришли психологи, говорят, надо родителям сообщать. Пришли психологи, говорят, надо родителям сообщать, что ты жив, что Лады не будет. А такое надо только в присутствии психологов говорить, потому что, блядь, там у семейства может крышняк окончательно сорвать от отчаяния. С такой информацией поаккуратнее надо. Ну я вот маме благодарен, что я когда я позвонил, я говорю, мам, я тебе соврал, говорю, у меня руки нет. Она говорит, прям сильно, я говорю, нормально. Ну и все, она, и вот она такая, говорит, ну и ладно, говорит. Замечательно, просто З, забота и П, поддержка. Ну и ладно, говорит. И как будто, блядь, новая вырастет. Типа ничего, сынок, ничего. Нам же за это хоть кусок Лады полагается, я надеюсь. Ну, так по частям и соберем. Сейчас заднюю закажем, потом поедешь еще повоюешь, передок возьмем. А глядишь, и целая машина получится. Все нормально, не расстраивайся, малыш, у тебя еще все впереди. Это когда можно приехать? Я говорю, да хоть завтра, говорю, приезжай. И все, она так сказала спокойно, и у меня вот как отпустила. Она так сказала спокойно, я прям думаю, блин, что я только одну руку потерял? Можно было вообще не париться, один нос оставить. Ну, ты сказал, что ты уже работаешь. Давай посмотрим, как ты живешь и как проводишь свободное время. Ну, протез косметический. За собой функции никакой не несет. Делает вид, что рука есть. Ух ты, практически точно так же, как ваши мозги. Тоже вроде бы есть, но за собой никакой функции не несут. Просто создают косметический эффект. Чтоб голова на них держалась. Собственно, поэтому вы и претесь в Украину. Сейчас еще говорят, напальчники сделают, например. Ну, чтоб были, просто там, если в свет куда-то выходить. Да, конечно, в жек с бабками помахаться за пенсию. Самое то будет. Наденешь красивый черный смокинг, выходные напальчники и поедешь на метре в свет. Смотри только, чтоб блеск софитов не ослепил. Что-то быстрее начинаешь делать. Вот так вот беру, прижимаю лицом, либо надкусываю, ну, кусаю. То есть так вот потихонечку и делаю. Молодчина. А что, Путин не приезжает хлеб нарезать, да? Что, не помогает? А что, почему так? Он же вам там по телевизору такие речи постоянно толкает. Что вы просто самые любимые для него. Самые дорогие. Что он готов последние стринги с себя снять, лишь бы вы, не дай бог, ни в чем не нуждались. Что, неужели обманывают? Обманывают. А не может такого быть. Конечно, когда есть кто-то, кто помогает, то есть ты зовешь там, если есть такая возможность. Да, все понятно. Если есть возможность, зовешь. Если нет возможности, не зовешь. Ясно, мы поняли. А еще ж есть такая возможность не становиться военным преступником. И, соответственно, не терять руки. И, соответственно, не звать никого на помощь. Да, то есть не иметь такой необходимости. Еще раз повторю для россиян. Вы не претесь в Украину. Не теряете руки. И спокойно живете дальше. Понимаете, в чем суть? Мы имеем дело с россиянами. Еще раз. Не надо ехать в Украину. Тогда вы не получите ранения и не будете выглядеть, как этот парень из видео. Да? Если не поняли, просто перематывайте этот кусок назад и смотрите, пока не поймете. Встретил он знакомый, получается. Но она мне понравилась. В какой-то момент начали хорошо общаться. С ума сойти. Ну, ты просто Ромео наш. И что ж дальше было? Очаровал Джульетту? И даже дошло до отношений. Первую, по-моему, встречу я уже говорю, то есть, что у меня как бы нет руки. Так что там, ты смотри сама, то есть. И из-за этого расстались как бы. Какая короткая история любви. А как же так получилось вообще? Ты ж бы этот, герой на родине, освободитель. Ты ж ее вот этих, от бендеровцев спас и от всего блока НАТО. Шо ж она такая не оценила. Ну, ничего, ты, главное, не расстраивайся. Ты ж, по-моему, к этому шел. Ты ж сам об этом сказал. Ну, вот, попросись на встречу с Путиным. Он тебя в пузико поцелует и все будет хорошо. Могут задать вопрос, что с правой рукой? Почему там пальцев нету? То есть, вот так вот. Да все нормально. Я говорю, у меня еще как бы, помимо этого, еще и руки нет. Зашибись. Просто вот эта гордость. Но вообще, в первую очередь, нужно говорить, что у меня еще и мозгов нет. Тогда все остальные вопросы будут отпадать автоматически. Это мой совет. Да уж, вот такая вот реклама российской армии получилась. Должен сказать, что, по-моему, очень хреновая. Если вам тоже так кажется, ставьте лайк под этим видео. Также подписывайтесь на мой канал и включайте колокольчик. Слава Украине! Слава ВСУ! До новых скорых встреч, друзья. Берегите себя.